Не заблуждайтесь, что там никогда ничего не делалось. При советской власти с ее мегапроектами там очень много чего делалось. Туда были прорыты каналы, и пошла Днепровская вода пресная. Там были созданы системы водохранилищ. И вообще центральный степной Крым стал житницей сельскохозяйственной. В 80-е годы там планировали построить электростанцию атомную. Если бы она сегодня встала в Крыму, Крыму было бы плевать на эту Украину, понимаете. Он был бы абсолютно самодостаточный. Там было бы в полной мере все. Электроэнергия, и если сейчас в Крым построят дорогу, я вот ненедавно плыл через Керченский пролив и видел, что ее строят. Строят мост, столбы, там стоят корабли, которые туда заливают бетон. Я думаю, что... Я думаю, что... Крыму ему будет лучше в составе России, чем в составе той Украины, которая была. Я не знаю, какая будет Украина в будущем. Но современная Россия, по крайней мере, она управляется менеджерами, которые, да, выстроили систему по авторитарному способу, ориентированную фактически на единственного человека и на единственный центр власти. Говорят, что это якобы есть такая вот исконно русская идея такая вот, ориентироваться на одного человека, на одну сильную личность. Я не уверен, что это так, во-первых. Ну, предположим. Ну, по крайней мере, это в какой-то мере работает. В ручном управлении президент, его личные порученцы могут, там, не знаю, привести Крым к какому-то более-менее цивилизованное состояние. По крайней мере, вот аэропорт уже более-менее приличный. Я сегодня сидел там целый день в этом аэропорту симферопольским. Лучше, чем тот курятник, который, похабный, который был в украинское время там. Понимаете? Дороги чудовищные, конечно, чудовищные. Единственная приличная дорога была построена при Януковиче из Симферополя в Ялту. Ну, на его дачу фактически, на дачу украинской элиты. А я ехал по дороге из Керчи в Симферополь, ну, это даже нельзя называть дорогой. Это просто такой какой-то разбитый, жуткий проселок, крайне опасный, очень узкий, по которому идут такие вереницы машин потоками длинными. Всякий, кто обгоняет, рискует жизнью своей или чужой. Кстати, Крым – это невероятно богатое место. Его значительная часть занята лесами, горами. Какое-то представление, как о пустыне, о Крыме – это ошибочное представление. И место невероятно плодородное, древнее. Были греческие государства, крымско-татарское государство было, очень процветающее тоже в свое время. Поэтому главное, чтобы Крымом хорошо управляли, заботились о нем. В составе России, ну, очень хорошо, пусть в составе России. Это вообще не имеет значения, в чем он составе. В составе России ему явно лучше, чем в составе Украины. Потому что Украина охвачена гражданской войной, а Крым, по крайней мере, и избавлен от гражданской войны, населяющего народа. И избавлен от необходимости убивать друг друга, как это планировалось теми, кто затевал переворот в Киеве. А они сейчас, русские, крымские татары, договорились. Договорились, вместе работают, вместе сотрудничают, бизнес вместе делают. Я вот был, и я могу это подтвердить. Ну, нормально.